Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Родина Ролеплей, Центральный Округ, Мунидзис Кирюха Палканов, не забывайте вводить по ним регистрации, также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет новая серия, в этом видео я вам покажу спойлеры будущего обновления, всего будет 4 скриншота, я их в принципе посмотрю вместе с вами, выскажу свое мнение, поэтому видос в принципе будет интересный, большое спасибо за активность на прошлом ролике, вы набрали почти 50 лайков, давайте постараемся на этом видео тоже набрать 50 лайков, я вам буду очень сильно благодарен, реально скриншоты будут интересные, поэтому смотрите видео от начала до конца, повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте вместе со мной на проекте Родина Ролеплей, все ссылочки есть в описании. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Итак, первый скриншот, здесь у нас показана зарядка Тесла и здесь рядом стоит Приора, Приора стоит скорее всего просто так, потому что, ну Приора не может быть электрическая, ее поставили просто, чтобы она здесь стояла для красоты. Я так понял, что будет зарядка Тесла и нужно будет все-таки заряжать машины, потому что на данный момент Теслу не нужно заряжать, не нужно заправлять никак вообще, она ездит постоянно просто, ну ее не нужно вообще заправлять, то есть она бесконечно, на ней можно ездить и в этом большой плюс, но скорее всего в будущем обновлении это уже изменят, потому что есть зарядка и придется Теслу заряжать. Сейчас на проекте есть одна Тесла, это Model S по-моему и будет Model X, у которой сзади открываются двери и она как чайка становится. Короче, будет, я так понял, две Тесла, возможно еще какую-то добавят, я об этом не знаю, ну а так в целом зарядка улетит симпатично, находиться она, так я понял, будет в Арзамасе, недалеко от рынка, возможно, скорее всего. То есть нужно будет приезжать, заряжать Теслу, выглядит как бы нормально, но как-то пустовато, мне кажется, она стоит как-то, знаете, на обочине просто и все, как-то можно было бы это огородить, как-то покрасивее сделать, потому что просто она стоит, мне кажется, это немножко не так выглядит, как должно быть. Поэтому в этом плане мне не очень нравится, но так, в принципе, наверное, это хорошо, то, что Теслу придется заряжать, потому что все-таки РП проект и Тесла сейчас ездит сколько хочет, сколько угодно, ну а так придется ее, в принципе, заряжать, чтобы дальше на ней ездить. В этом плане, в принципе, я считаю это нормально. Следующий скриншот, это у нас автомобиль Volkswagen Golf R, если я не ошибаюсь. Симпатичная машина, мне всегда Golf'ы нравились, как бы и старые, в принципе, и новые, ну реально очень красивая машина, в принципе, я бы себе такую купил. Моделька вроде бы сделана неплохо, симпатичные диски, красивые фары, да и в целом моделька выглядит, в принципе, неплохо. Только это почему-то двухдверная версия, если что, я так понял, четырехдверная версия, но здесь именно показана двухдверная версия. Ну реально машина симпатичная, сколько она стоить будет, я, конечно же, не знаю. Возможно, ее вообще, кстати, в кейсе добавят, хотя смысла ее добавлять туда нет, потому что машина, по сути, недорогая. Но я думаю, любители такого автомобиля точно найдутся, я бы себе реально такую купил бы, как бы такая спортивная маленькая малышка, такая желтенькая. Ну реально машина классная. Следующий скриншот это уже поинтереснее, потому что я все-таки любитель BMW, и здесь у нас показан BMW 5 530i. Я не понимаю, почему не BMW M5 E39 было бы, мне кажется, поинтереснее. Хотя, ну, видите, в принципе, внешне вроде бы как это E39, потому что очень красивый такой четырехствольный выхлоп, как бы стоит такой маленький спойлер карбоновый. То есть выглядит машина очень прикольно, диски такие, знаете, тоже широкие, такие с полочкой, в принципе. Но тонировочек здесь, конечно, не хватает. Но в целом жопа реально очень красивая, выхлоп просто спойлер. Ну реально я люблю просто BMW, и этот кузов мне, конечно же, тоже нравится. Хотя мой самый любимый кузов это E60 получается, M5 E60, это мой самый любимый кузов, который я считаю, что он самый красивый. Но так в целом, в принципе, кузов пятерки, как бы, возможно, это будет E39, потому что я не знаю, почему они поставили на обычную версию вот такой вот шикарный выхлоп. Хотя, возможно, этот выхлоп можно будет поставить в стюнинге, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но так машина выглядит очень круто. Я бы себе, конечно же, хотел такую машину. Ну, возможно, кстати, ее добавят в кейсы, мне кажется, потому что у нас, получается, есть кабан, то есть Mercedes S600, он находится в кейсе. И, возможно, эту машину тоже добавят в автоячки, вот эти в автокейсы, и ее можно будет достать только оттуда. Следующий скриншот, это у нас салон какой-то машины. Я так понял, это либо Fiat, либо какая-то еще другая машина. Но я так предполагаю, что это все-таки Fiat. Может, я, конечно, ошибаюсь, но видно то, что машинка такая, знаете, маленькая в середине, то есть, скорее всего, это какой-то такой маленький спортивный Fiat. Честно, мне эта машина не нравится, поэтому я не знаю, что про нее сказать, но салон сделан вроде бы как неплохо, в принципе, все проработано. Вот эти дефлекторы, получается, климата мне не очень нравятся, они как-то плохо проработаны. Ну, а так, в целом, руль, там, спидометр, рычаг КПП, клопочки всякие проработаны очень даже неплохо. Конечно, я думаю, эта машина не очень будет популярна, потому что, я думаю, не каждый любит Fiat, но любители, возможно, все-таки найдутся. Либо это просто будет такая, знаете, бюджетная машинка для новичков, которая сможет себе ее позволить. Ну, а так, в целом, в принципе, салончик реально хорошо проработан, если машину мы, конечно же, не увидим на этом скриншоте, но я примерно понимаю, что это за машина.